И о спорте. В Красноярске сегодня определились первые обладатели золотых наград международного турнира Иван Ярыгин по вольной борьбе. С итогами второго соревновательного дня нас познакомит мой коллега Курбан Рагимов, который в эти дни работает в столице Сибири. Ему слово. Эта атака, пропущенная Абазгаджим Агамедовым в самом начале финала против Муслима Садулаева, стоила ему победы. Четыре балла Хасавертовец все же отквитал, однако вырваться вперед победитель молодежного первенства мира так и не смог. Не хватило буквально нескольких секунд. Не знаю, я все сделал. Моя что-то сил не хватило. Моя гонка тоже что-то подействовала. В конце мог взять балл. Не получилось. Сейчас постараемся в следующий раз взять реванш. Меньшало все к лучшему. Первое мужское золото Ярыгинского досталось чеченскому вольнику. Поправлять положение сборной Дагестана пришлось Магмед Расулу Идрисову. Действующий чемпион России справился с задачей на отлично. Он вчистую переиграл Николая Ахлопкова из Румынии. В этом же весе бронза у Рамазана Ферзалиева. Ну это для меня был очень важный турнир. Это был отбор на чемпионат Европы. Поэтому на чемпионат Европы попасть для меня важнее всего, наверное, было в данный момент. Вот я счастлив, что я осуществил свою небольшую мечту. Надеюсь, что попаду я туда и смогу и там повторить такую же. Статус лучшего борца в весе до 70 килограммов подтвердил Магмед Расул Газим Агамедов. В схватке за золото двукратный чемпион мира положил на лопатки монгольского вольника Ганза Рига. Перед этим в малом финале Розамбек Жамалов взял реванш у Давида Баева. То есть ты настраивался? Все схватки были хорошие. На всех настраивался. Настраивался на каждого, наверное, как на финал, да? На каждого соперника? Да, на каждого. Я на каждого готовился и не думал о следующем схватке. Задача была выиграть и на каждую схватку выходил выиграть. Дальше будем готовиться также, еще лучше. Будем готовиться сначала на Европу, потом сначала на Россию. Я хочу на Россию выступить на 74 килограмма. Но мы это обсудим с тренером. В копилку Дагестана золотая медаль добавилась сегодня и в женской борьбе. Представительница спортшколы имени Садулаева Виктория Ваулина была вне конкуренции в весе до 55 килограммов. Сегодня на Айрыгинском турнире определились также финалисты в трех других весах до 65, 79 и 125 килограммов. Если в первый день турнира наши борцы были представлены во всех трех весах финалах, то сегодня не обошлось без потерь. До главной стадии соревнований не дошел наш тяжеловес Саид Гамидов. Но команду Дагестана реабилитировали хасавюртовцы Ахмед Чакаев и Ахмед Гаджимагамедов. Первый в полуфинале взял верх над Гаджимурадом Рашидовым. А в решающем поединке медалисту чемпионатов мира будет противостоять яркий вольник из ТВ Начинку Улар. Финалисты в весе до 79 килограммов определились по круговой системе, все плюсы которой на себе испытал Ахмед Гаджимагамедов. Он уступил Магамеду Рамазанову в первой схватке, но после двух побед имеет шансы взять реванш. Схватки за золото второго дня пройдут завтра после 14 часов по московскому времени. Рано утром в спор за выход в финал вступят борцы в весовых категориях до 74, 86, 92 и 97 килограммов.